МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электросанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Цель тренировки – отработка навыков, умений. Комплексные противоаварийные учения. Чего один не сделает – делаем вместе! Проект организации молодых атомщиков Смоленской АЭС «Родной двор». Всегда очень много эмоций, детей, азарта, и игры проходят достаточно увлекательно. Турнир по баскетболу среди школьных команд. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 24 энергоблока, в ремонте 11 энергоблоков. Суммарная мощность – 19265 мегаватт, суммарная выработка – 72 954,7 миллиона киловатт-часов, что составляет 103,2 процента. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2-3 энергоблоки, суммарная нагрузка – 1547 мегаватт. Первый блок – 31 сутки ремонта. В целом, работа в графике. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 6 дней мая составила 199 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 6 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Комплексные противоаварийные учения прошли на Смоленской АЭС. Перед участниками тренировки была поставлена задача в кратчайшие сроки предотвратить условную чрезвычайную ситуацию с разливом нефтепродуктов на территории производственной площадки. Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Смоленской АЭС Юрий Ильюшин, это плановые противоаварийные учения. Они регулярно проводятся на атомной станции и являются неотъемлемой частью обеспечения ее безопасной эксплуатации. Цель тренировки – отработка навыков, умений при борьбе вот с такими аварийными ситуациями, соответственно, с минимальными воздействиями на окружающую среду. По результатам тренировки, я думаю, будут разработаны корректирующие мероприятия, вынесены соответствующие решения. В тренировке были задействованы сотрудники отдела мобилизационной подготовки, цеха обеспечивающих систем, отдела информационно-коммуникационных технологий, команда транспорта и механизации Смоленской АЭС, первой пожарно-спасательной части, медсанчасти номер 135, а также Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас». Активисты волонтерского движения, общественные организации и просто неравнодушные жители вносят значительный вклад в благоустройство нашего города и дворовых территорий. В рамках добровольческого проекта «Родной двор» организация молодых атомщиков Смоленской АЭС запланировала много мероприятий по благоустройству Десногорска, которые будут проводиться с участием жителей города. Вот и на этот раз активисты собрались во дворе дома номер 18 четвертого микрорайона, чтобы своими силами отремонтировать футбольную площадку. Сегодня мы проводим реконструкцию футбольной площадки нашего двора. На протяжении многих лет, в которых мы здесь уже живем, она пришла в негодность, выломаны некоторые перила, и дети, играя в футбол, повреждали автомобили мячами и сами выскакивали на проезжую часть, что, соответственно, небезопасно. Вот мы собрались и решили наконец-то это исправить. Наши акции сегодня принимают участие как жители прилегающих домов, так и члены организации молодых атомщиков, волонтеры. Поэтому сегодня у нас такой интересный десант. Как видим, коллектив неравнодушных людей сегодня здесь трудится с самого утра. Мы варим, сейчас будем красить, нам помогают дети, и все улыбаются, радуются. Хороший праздник. Я волонтер, я живу в нашем городе Десногорске и призываю всех жителей города вступать в волонтерское движение. Сейчас в нашем городе проводится множество акций для того, чтобы привести наш город в порядок, делать добрые дела, помогать незащищенным слоям населения, дарить детям спорт, дарить детям культуру. И всем горожанам хочу пожелать, чтобы мы все могли быть причастными к добрым делам. Могу сказать следующее. Делай Десногорск добро! Я частенько принимаю участие в таких акциях, чтобы дома просто не сидеть, чтобы было интересно. Мне нравится заниматься волонтерством. Я живу в этом дворе. И когда узнала про акцию, мне понравилось. И я решила помочь. Чего один не сделает? Делаем вместе! Четыре команды из Десногорских школ поборолись за первенство в турнире по баскетболу, который проводился первичной профсоюзной организацией Смоленск АЭС при поддержке Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергатом». В играх на паркете реабилитационно-оздоровительного и досугового Центра Смоленск АЭС приняли участие порядка 40 мальчиков и девочек 2006 года рождения и младше. Стараемся проводить несколько раз в год среди школьных команд, чтобы ребята играли. Кто-то, может быть, по сценарию многие приходят. Находим каких-то талантливых ребят, которые раньше занимались. И дети получают удовольствие. Всегда очень много эмоций детей, азарта. Игры проходят достаточно увлекательно. Юные спортсмены провели настоящий волю к победе. Многие показали отличное владение техническими и тактическими приемами игры. Упорная борьба разгорелась за первое место. С преимуществом в два очка победу одержала команда «Школа номер один». Серебряным призером стала команда «Школа номер четыре». Замкнула тройку лидеров команда «Школа номер три». Всем призерам вручены грамоты и подарки от первичной профсоюзной организации САЭС и «Динамо Росэнергатом». Уважаемые Десногорцы! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 74-й годовщины со дня победы Великой Отечественной войне. 8 мая на Десногорском водохранилище состоится традиционный парад лодок «Дракон». Начало праздничной регаты в 17.00. Приглашаем всех жителей и гостей города на открытие сезона навигации и водных видов спорта в Десногорске. 9 мая на проезжей части 2-го микрорайона возле домов 1-8 в 9.00 пройдет акция «Георгиевская ленточка». В 9.20 праздничное шествие Бессмертного полка. В 10.00 на Кургане Славы торжественный митинг. С 11.30 до 15.00 возле реабилитационно-оздоровительного и досугового центра пройдет праздничная программа сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС «Победный май». С 12.00 на площади городской летней эстрады будет организована работа торговых рядов и аттракционов для детей. С 18.00 выступление творческих коллективов города. В 22.00 праздничный фейерверк. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok